И то, что я поняла от Димы, вы закончили первую главу. И я хочу вам напомнить, что книга Откровений, с одной стороны, очень сложная, но с другой стороны, можно там много что понять. Весь Танах — это сложная книга. Есть вещи, которые сложно понять. И они не связаны между собой в хронологическом порядке. Но есть вещи, которые очень ясные. Почему Господь не предоставляет нам все на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы мы быстро и хорошо поняли? Во-первых, для того, чтобы мы свой разум напрягли. И, во-вторых, есть здесь такой вопрос поиска. Мы в нашей общине занимаемся гуманитарной деятельностью. Я иногда думаю, что это что-то, что дешево. Люди принимают. Говорят, ой, спасибо. И не ценят то, что они принимают. И с другой стороны, они идут в магазин. Они платят за какую-то вещь 20 шекелей. 20 шекелей — это очень мало. Но они говорят, вау. Поэтому Господь говорит, вам нужно что-то вложить. Ищите. Есть еще одна идея, почему не все так просто. Есть духовная позиция. Есть уровень. Если ты находишься внизу, невозможно все объять. Но если ты ищешь, то ты как будто поднимаешься по ступенькам. И ты принимаешь и больше понимаешь. И еще дополнительная вещь. Я, когда две недели назад начал изучать книгу Откровения, вам преподавать, то я сказал сразу, к книге Откровения мы относимся так, как видение — это видение. Помните? Что такое видение? Мы что-то увидели. Что-то не совсем ясное. Поэтому не нужно точно быть, настаивать на том, что это так и не иначе. Всегда. Когда мы читаем подобные вещи, в нас рождает волнение. Кто-то когда-то смотрел хороший, качественный фильм. Ты посмотрел этот фильм. И несколько дней тебя не оставляет волнение, связанное с этим фильмом. К тебе приходят разные мысли. Как бы я действовал на месте героя этого фильма. И вдруг ты чувствуешь какие-то изменения. Поэтому книга Откровения, одна из ее целей — это дать нам волнующее ощущение и поменять наше отношение к некоторым вещам. Естественно, принцип. Принцип — это принцип. И если ты ищешь что-то актуальное и важное в то время, и для сегодняшнего времени это то же самое. Царь Соломон сказал когда-то, нет ничего нового под солнцем. Все возвращается. Поэтому у нас здесь принцип, как относиться к жизни. Я начинаю со второй главы. Я буду говорить на иврите и читать на русском. И кто не умеет читать, не понимает на русском, откройте свои Библии и читайте на вашем языке. Отец, открой нам разум и открой нам сердце. И помоги нам понять смысл этих вещей. Во имя Ишуа Машех. Еще дополнительно я хочу сказать. Если ваше понимание того, чего я учу, отличается от моего, это не проблема. Пожалуйста, на здоровье. Эта книга настолько богатая, что два, три, четыре понимания и довольно недостаточно. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых свидетельников. Посук решен. Первый стих. Ангелу Ефесской общины напиши. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди этих свидетельников. Во-первых, я хочу объяснить слово ангел. Малах — это ангел. Это кто-то, кто живет на небесах. Это одно мнение. И есть такое мнение, что в каждой сфере или каждому духовному телу есть ангел-хранитель. Который живет на небесах. И вот Иоанн получает слово и должен провозгласить для этого ангела несколько заповедей, несколько команд. Если я соглашаюсь ли я с этим мнением — нет. Но есть некоторые прецеденты. Если вы прочитаете книгу Хануха, Енуха, вы увидите, что Бог говорит Енуху, скажи, повелевай ангелам так. Поэтому претендент да, существует. Но здесь, я думаю, имеется в виду, может быть, ангел, может быть, пастор, может быть, епископ, лидер определенной общины. Человек. Который может передать то, что он услышит тем, которые находятся в его общине. Есть мнение в мире, что вторая и третья глава, где написаны послания двум общинам, семи общинам в Асии, это периоды во времени. Первый век, второй, третий. И сейчас мы живем во время лаодикийской общины. Кто-то такое слышал мнение? Я с этим не согласен. Почему я с этим не согласен? Я скажу вам, почему. Потому что это не семь общин, которые существовали в то время и сейчас тоже. Возможно, Иоанн был ответственен за общины в Асии. И в Асии были семь важных общин. Возможно, было больше чем семь. Но Иоанн приложил руку к семи. И Иешуа дает ему руководство, как укрепить те семь общин, которые были в это время. Мы должны понять, что в то время были другие разные общины. Была огромная община в Риме. И никакого слова для общины римской мы не видим. И по мнению моему, была самая важная община, это община в Иерусалиме. Это центр. Оттуда все вышло. И здесь для нее тоже нет никакого слова. Поэтому мне так кажется, я думаю, что Иоанн получил слово, пророческое слово, для семь общин, которые находятся в его время в прямом эфире. И он должен был передать им слово от Бога. Несколько еще вещей. Ефесянам. Эфес. Город Эфес. Город Эфес. В первом и во втором веке в Римской империи это был второй по территории город. Очень богатый город. И там было много разных глупостей, как в другом, любом большом городе. И поклонением в этом городе, основным поклонением было поклонение Астарте. И как во всех больших городах они были космополитами, и в принципе то, что самое больше их волновало, это деньги. И вдруг там рождается община. Община разрастается. И из-за того, что многие местные приходят к вере, но также есть там и евреи, так же, как сегодня в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке есть много евреев, так же и в Риме, и в Ефесе было тоже много евреев. И так же они были частью этой большой общины. И интересно, как Ешуа передает послание к общине Ефесской. Он говорит про себя, скажи, что я держу в своей руке семь общин. И я хожу между семью светильниками. Что за семь светильников? Это минора. Это очень еврейские символы. Когда мы будем читать письма к разным общинам, мы не во всех увидим посланиях Ешуа еврейского. Почему здесь он выглядит еврейским? Я просто сейчас даю свое мнение. И Ефраим Калиш со мной согласен в этом вопросе. А может быть, мы даже ошибаемся. Но как нам кажется, Ефесяне жили настолько разовратной против Бога жизнью, что для того, чтобы изменить их образ жизни после того, как они пришли к вере, им нужно было взять полностью еврейский образ жизни на себя. Потому что по-другому, если бы они не вступили на еврейский образ жизни, они бы вернулись к своим развращенным путям. В Пергаме не было такой общины. Но здесь, я думаю, что это, скорее всего, была такая проблема. очень сложно сказать однозначно. Поэтому из-за того, что нет доказательств прямых, нет писем, нет фотографий, мы это наше чувство, мы так думаем. Второй стих. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не сможешь сносить развратно. Их испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжицы. Я хочу сказать, что это время пробуждения. Кто был в Советском Союзе во время пробуждения? Во время пробуждения. Не только учили людей правде. Также возникали некоторые группы, которые учили разной ерунде. И это очень существует. Сейчас есть пробуждение в Китае. Тысячи общин возникают каждый год. Но люди, которые работают с ними, говорят, что есть столько много возникающих там ошибок, что люди начинают верить в ерунду. Из-за того, что какой-то хороший оратор что-то выучил из Танаха, но у него в голове много информации про буддизм. Он делает кашу-малашу, приносит ее людям, они это кушают. И здесь мы видим то же самое. И мы видим тот же принцип, который сказал Иешуа в посланиях. Он сказал про себя, человек, сын человеческий, сеет слово, но приходит враг и тоже сеет слово. И два вида пшеницы растут. Но он сказал, будьте внимательны и не очищайте сейчас. Потому что вы можете вместе с плохими колоссиями выбрать и добрые колоссия. Он сказал, ангелы при кончине века придут и они отделят злых от среды праведных. Здесь похожая ситуация. Но есть и есть. И это должность лидера общины попытаться понять, о чем учат. Чем люди питаются в этой общине. Что они смотрят. У нас в нашей общине есть очень много свободы. Делайте то, что вам вы считаете нужным. Но я вам хочу сказать, что через книги и через телевизор во имя Иешуа, к моему огромному сожалению, вы можете такую ерунду сегодня услышать. Поэтому мы встаем и даем вам дополнительные вещи. У нас есть теологический институт, у нас есть сайт, у нас есть канал. Конечно, вы можете искать и сами тоже. псевдо дворим шикриим. Но у нас есть сейчас столько много вещей, которые на самом деле являются ложными. Поэтому вы осторожно принимайте то, что вы получаете вне общины. Если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть много лидеров в общине, вы можете подойти и спросить. Но я могу вам обещать. Мы не говорим нет однозначно. Мы можем сказать, почему это не совсем правильно. Я верю, что Бог ведет нас. Дух Святой ведет каждого из нас. И каждый должен попытаться услышать правду. Продолжаем. С третьего по седьмой стих. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал и покайся. И твори прежние дела, если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу, имеющему ухо, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит общинам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Шаматэм? Услышали меня? Я попытаюсь объяснить. ты много трудился и не уставал. Ефесяне, когда пришли к вере, делали то, что Иешуа заповедовал в Ветхом Завете. В Дном Завете. Попытайтесь делать доброе людям, которые вокруг вас. Попытайтесь по вашему пониманию делать, как вы думаете. Попытайтесь понять, что если у вас есть правильный мотив, тогда Святой Дух всегда вас поправит. и Павел говорит то же самое. Делайте согласно вашему пониманию. И в правильное время вас Бог поправит через человека, через послание, через какую-то мысль. Я хочу спросить у вас, задать вам вопрос. У вас в жизни, как у верующих, когда вы с огромным желанием шли в каком-то направлении, вдруг почувствовали направление. И это не делай. Вот так сделай. Кто получал такое водительство? Я вижу много рук. Это то, о чем здесь написано. И не нужно много мудрствовать. И он говорит так. Вы оставили свою первую любовь. В христианском мире обычно этот стих истолковывают таким образом. Вы были влюблены в Иешуа. И вдруг вы стали холодными. Я вам хочу сказать, ребята, вера это как брак. В начале, когда вы вступаете в брак, ваши глаза на лоб лезут от влюбленности. Ты просто превращаешься в масло растопленное. Но после полугода, после года, вдруг такое чувство исчезает. Кто-то пережил? Потом ты уже любишь нормальным образом. Ты готов умереть за свою жену. Но нет этого не глаза уже на лоб не лезут. Естественно, здесь Yeshua не говорит про чувства. Он говорит про дела. Он говорит, что вы вначале своей дороги делали вещи, соблюдали заповеди, вы сохраняли еврейский образ жизни. Вы хотели отдалиться от развращенного образа жизни Ефеса. Но потом вы компромиссы разные искали. Почему? Потому что когда ты живешь мегаполиси и вокруг есть столько много вещей, в которые ты вовлечен, ты хочешь заключить сделку с этим человеком. Но в то время сделки заключались не у адвоката. Они подписывали сделки в храме какого-то идола. И один из копий договора был ставлен в храме этого идола. Поэтому верующие говорили так. Да ладно, это просто кусок бумаги. Давай зайдем в твой храм, подпишем все, что надо и выйдем оттуда. И Иоанн говорит, от уст самого Иешуа Машиаха. Что этот компромисс, это как будто вы оставили вашу первую любовь. И те же чувства мы видим в посланиях Шаула. Он говорит, не вставайте в одно ярмо с неверными, с неверующими людьми, не делайте дела. Почему? Потому что они не только вас обманут. Возможно они вас не обманут. Иногда есть неверующие, которые тоже честные люди. Но есть вещь, которая называется благословение. Если он делает с тобой какой-то договор, и в Ефесе здесь имеется в виду, что договор наполняется не Божьим Духом, а Духом какого-то идола, то ты в свою жизнь заносишь проклятие. Поэтому Ешуа говорит, твой светильник я могу убрать. Это угроза. Это наказание. Иногда Бог наказывает человека физическим образом для того, чтобы спасти Дух. мы продолжаем. Но ты ненавидишь дела Николая. Есть некоторые мнения по этому поводу. Была такая мысль, что Николай был один из лидеров который исповедовал теологию компромисса и он говорил нет следующее. Что значит наше тело? Наше тело не вечно. Оно умрет. Самое главное это душа. самое главное чтобы Ишуа был в душе. Что такое тело? Тело неважно. Опять таки это связано с компромиссом. Поэтому если ты с идолопоклонником подписываешь какой-то договор или если ты в храме Астар переспишь с проституткой это не так важно потому что это всего лишь тленное тело. Это тело умрет. А когда оно воскреснет к новой жизни оно уже будет свято. Эта теология очень опасная. И она существует и в сегодняшние дни тоже. Вы знаете что есть церкви гомосексуалистов есть некоторые на этой основе устроены разные теологии. Но священные писания как один текст говорят это неправильно. И поэтому здесь Иешуа говорит мне нравится то что ты против Николая. Кто претерпит и победит я даю вкусить от древа жизни. Что значит древо жизни? Где мы читали про древо жизни? Бытие первое и второе глава. Древо жизни это то от чего Бог хочет дать нам вечность. Здесь есть обещание что вы вернетесь в рай. Я читаю стихи 8 и 9. Ангелу Смирской общины напиши так говорит первый и последний который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорби и нищету впрочем ты богат и злословие тех которые говорят о себе что они иудеи но они не таковы но сборище сатанинское Смирна примерно находится в сегодняшней Турции здесь у Ишуа есть его статус первый и последний кто-то когда-то был мертв а теперь жив поймите сейчас у идолопоклонников тоже были какие-то капли правды они верили в воскресение из мертвых и египтяне и греки у них было представление кто-то когда-то умрет потом сможет воскреснуть к жизни в послании к римлянам написано что вся природа ждет откровения сынов Божьих во всей природе есть капли истины но здесь мы видим что Иоанн должен был передать всю правду людям в Смирне первый и последний это не идол микро это Иешуа который родился у евреев и он воскрес из мертвых и Бог поставил его на самое высокое место во вселенной так же как Иосиф был в доме фараона помните кем был Иосиф в доме фараона это ясная картина и прообраз Иешуа который находится на небе одесную Бога только троном ты будешь ниже меня в Псалме 8 написано что немного умолил меня перед Богом это статус человека и что мы учим из этого Писания Иешуа первый на этом посту но он призывает он возьмет туда всех которые принадлежат ему слышали меня каждого человека который верит что Иешуа воскрес из мертвых и каждого кто верит что Иешуа его лидер тот кто принадлежит его общине он возьмет в то же место это 8 Псалом продолжаем в 9 стихе написано злословие тех которые говорят о себе что они иудеи но они не таковы но сборище сатанинское во первых поймите здесь не говорится про евреев практически все историки в один голос говорят что сборище сатанинское не евреи но как и сегодня и как в прошлом есть разные группы которые играют масоны слышали про масонов они достигают очень больших должностей в правительстве возможно здесь была какая-то группа которая на себя взяла несколько еврейских вещей и она огордилась возгордилась над ефесской общиной возможно эти люди были на высоких должностях и они делали разные проблемы поэтому Ешуа пророческим образом через Иоанна говорит они говорят про себя что они иудеи но они общество сатанинское но нам даже это выражение сборище сатанинское нужно понимать достаточно разумно когда мы слышим сборище сатанинское какие у вас мысли возникают я лично согласен с ней больше что-то страшное что-то бесов вызывают и вызывают злых духов и чтобы они на вас нападали магией занимаются но здесь смысл это противостояние слово от слова противостоять возможно люди на тех должностях которые играли в иудаизм или делали что-то с еврейским акцентом они были на высоких должностях противостояли разной деятельности этой общины поэтому в 10 и 11 стихе написано не бойся что тебе надо претерпеть вот дьявол будет вергать из вас в темницу чтобы искусить вас и будете иметь скорбь дней 10 будь уверен до смерти дам тебе венец жизни имеющий ухо когда слышишь что дух говорит общинам побеждающих не потерпит вреда от второй смерти он говорит что вас будут гнать где-то 10 дней потом все устроится но вы стоите в правде тот кто стоит в правде что он получает здесь написано ему вторая смерть не причинит вреда трудно понять что значит вторая смерть возможно это стереть душу возможно это когда душа твоя идет на вечность в ад к дьяволу сложно понять что имеется ввиду но те которые хотят получить благо от господа должны победить это мысль которая здесь постоянно проходит в писании победи не будь ленивым послушайте меня и Шауль пишет то же самое есть люди ленивые по своей природе они хотят сидеть и ничего не делать возможно они в разных направлениях двигаются но на каждом человеке лежит ответственность когда он жив он должен искать Бога даже когда хотя это неудобно есть только много помех мы продолжаем мы читаем 12-13 стихи так говорит имеющий острый с обеих сторон меч знаю твои дела и что ты живешь там где престол сатаны и что ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни когда у вас живет сатана умершлен верный мой свидетель Антипа община в пергаме во первых мы здесь видим ешуа как воина и я уже сказал это не выглядит еврейским ешуа почему не знаю почему не знаю почему возможно в пергаме у них был нормальный образ жизни и они могли оставаться греками не иуде есть во всем мире сейчас большая полемика есть христиане которые говорят мы должны вернуться к еврейским корням и иногда они становятся супер религиозными евреями больше чем евреи сами некоторые говорят не нужны нам никакие еврейские корни в деяниях пятой главе написано в пятнадцатой главе написано что Дух Святой через посланников сказал еврей должен оставаться евреем не еврей который если живет не в Израиле пусть будет тем кем он есть только оставит пусть путь зла пусть примет на себя святую мораль а еврей пусть остается евреем и соблюдает заповеди которые Бог дал ему так как он понимает как он может с двух сторон это Ешуа и взаимоуважение здесь мы видим есть написано что ты живешь около престола сатаны если вы поедете в Берлин кто кроме Лиана и Кости в Берлине были есть там остров один который называется остров музеев и вы можете туда поехать и посмотреть престол сатаны это ступеньки ничего там особенного нет возможно какая-то маленькая статуя и лепка я забыл там много скульптур достаточно большое место эфраем поедет в Берлин и вам точности расскажет как там но что имеется ввиду что это было место поклонения идолам есть некоторые которые говорят что там приносили в жертву людей возможно в более древнее время но я не верю что в то время когда римляне властвовали над этим местом можно было легко принести в жертву человека я так не думаю но тот же самый смысл это противостояние я вам приведу пример есть милые местечки милое место люди такие приятные все хорошие честные но если ты открываешь свои уста для того чтобы сказать что-то про правду Божью все противостоят возможно приятным образом возможно не очень приятным это все еще значит противостоять противостоять от слова сатана и скорее всего это то что было там они как всякие хорошие верующие хотели провозглашать Евангелие но люди отталкивали это и это смысл и в 14 и 15 стихе написано но имею против тебя что есть у тебя держащиеся учения Валаама который научил Балаака ввести соблазн сынов Израилевых чтобы они не ели должертвованные и любодействовали также есть у тебя держащиеся учения Николайтов что я ненавижу вы помните недельное чтение Валаам помните про что там говорится Израил всех побеждал но Валаам сказал Валааку пошли им девушек не то чтобы в том месте жили Валаам и Валах или как Танах есть учение Валаама и Валаака это очень человеческая вещь оно связано и с идоложертвой и поклонничеством но там просто была похоть плоти и еще говорит господа такого нет есть стандарт есть стандарт который пришел с закона Моше и не изменился есть один мужчина и есть одна женщина и они должны быть верными друг к другу и они вместе могут быть только в рамках закона который называется брак никаких гражданских браков здесь быть не может нет такого что я живу с ним и он живет со мной такого нет я говорю это и молодым и взрослым ешуа сказал это там и в сегодняшний день нам это также актуально если вы хотите благословения нет такого все мои друзья вступают в отношения с девушками с парнями я уже в 12 классе или я уже в армии есть стандарт и он не изменится если ты хочешь для себя благословения встой на пути благословения если произошел грех оставь грех и покайся это слово которое мы учим отсюда которое сегодня актуально тоже 16 и 17 стихи покайся а если не так скоро приду к тебе и сражусь с тобой мечом уст моих имеющий ухо да слышит слышит что дух говорит общинам побеждающему дам вкушать сокровенную манну дам ему белый камень написано новое имя которое никто не знает кроме того кто получает наказание от меча уст кто помнит историю с царем давидом они хотели получить еду от человека которого звали навал он их выгнал сказал я вас не знаю уходите отсюда и его жена она поняла в чем дело и она принесла много еды давиду и его людям потом она возвращалась к своему мужу и она сказала это глупо они тебя могли убить просто раз членить тебя почему ты не дал им поесть и вдруг он испугался и умер это меч уст иногда человек упрямый в своем грехе он переживает меч уст бога дай бог чтобы мы в такой ситуации не оказались но тот кто побеждает он дает манну что такое манна где мы слышали про манну с торы поэтому как минимум люди в пергамме должны были услышать тору для того чтобы понять что такое манна но они язычники откуда им знать тору откуда скажите они идут в магазин покупают и читают таким образом мы учимся если ты хочешь понять благословение и что ты заслуживаешь тебе не нужно быть еще более глупым чем люди в пергамме иди и читай святые писания и ты поймешь много правды и что написано что твое имя написано на камне это что связано с вечностью что ничто тебя не сотрет если господь написал тебя в книге жизни то ты будешь всегда там здесь я хочу закончить на следующей неделе мы продолжим м м м Продолжение следует...